Как заявил президент Украины в недавнем видеообращении, группа, которая должна разработать гарантии безопасности для Украины, уже готова. И ее представителем выступит экс-генсекретарь НАТО. Как президент заявлял ранее, гарантии безопасности для Украины – это очень ответственный шаг, ведь они должны помочь стране защититься в будущем от любой возможной агрессии со стороны соседей. С ним также будет работать руководитель моего аппарата Андрей Ермак, сказал президент. По его словам, в группу вошли влиятельные деятели из разных демократических стран мира – Австралии, США, Швеции, Великобритании, Германии, Польше, Франции, Италии и, конечно же, Украины. «Главная задача группы – выработать такой формат гарантии безопасности нашего государства, который будет работать в долгосрочной перспективе. И реально, чтобы не было агрессии в будущем», сказал Зеленский. Кроме того, премьер-министр Норвегии стал последним главой правительства, который посетил президента Украины Владимира Зеленского в пятницу. И он прибыл не с пустыми руками. Помимо того, что ему показали некоторые ужасы нападения России на мирных жителей, Стёре встретился с Зеленским и мог сказать ему, что Норвегия увеличит финансовую помощь Украине на 1,1 миллиарда долларов США в течение следующих двух лет. Подавляющее большинство норвежцев теперь считают, что нападки президента России Владимира Путина на Украину и вызов ее суверенитету изменили все. Газета «Токсавизан» на выходных сообщила, что это также положило конец длительному периоду мира между самыми могущественными странами мира. Зеленский сказал, что он благодарен и назвал Норвегию настоящим другом. Он разочарован тем, что некоторые прибывшие страны пообещали помощь, но не выполнили ее ни в виде гуманитарной поддержки, ни в виде оружия. Президент Украины встретился с находящимся с визитом премьер-министром Норвегии, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева, сообщает прислужба главы государства. В ходе переговоров в пятницу Зеленский поблагодарил премьера за оборонную, политическую и гуманитарную поддержку и за решение выделить Украине финансовую помощь.